Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня уже 4 июля. И хотя все у нас хорошо, томаты еще зеленые, здоровые. Я очень рада за всех, кто пишет, что у нас уже спелые плоды, мы уже едим. Вот не побоялись, пораньше посеяли. Все это хорошо. Но также много сообщений о заболеваниях томатов. Сообщения приходят каждый день, но это естественно. Кто-то пишет, у меня появились темные пятна на листьях. Кто-то пишет, у меня там листики завяли. Кто-то пишет, у меня появились желтые пятна, что это за болезнь. Естественно, что никто вам заочно не определит. Даже если вы покажете, вот так вот подведете и покажете, мало кто определит, какая это болезнь. Сейчас расскажу почему. Потому что заболеваний у томатов очень много. Огромное количество. Есть самые известные, которые у всех на слуху, которые даже знают многие, как определять. Это вот фитофтороз, кладоспориоз. Вот эти заболевания, у которых явные признаки есть, которые отличаются. Мы знаем, как отличить, как определить. Есть менее распространенные, я вот даже выписала некоторые названия, вот такие, как фамос, альтернариоз. Они менее распространенные, но некоторые люди о них все-таки знают. Есть заболевания, которые мы даже названия ни разу не слышали. И не знаем вообще, как они представляют, что из себя, например, аскохит, макроспориоз, всякий сентариоз. Ну тут ржавчина листа, это я знаю. Степлевой рак, это еще более-менее. Бактериальная пятнистость, потом бактериальный рак, бактериальное увядание, некроз степля. И вот по этому списку уже понятно, что не только распознать простому человеку, что за заболевание на томате, даже вот выговорить, прочитать сложно, что уж говорить о том, как узнать, как лечить томат от какой-то той или иной болезни. Вот я тоже не биолог, я не знаю всех заболеваний, даже названия всех не знаю. А особенно, если ты ни разу в жизни у тебя томат этим не болел, то ты и не можешь понять, что это за заболевание. Например, вот что-то случилось с томатом, и не обязательно, что у вас это каждый год случается. Например, вот первый раз в жизни что-то случилось, вы ничего не знаете. Я еще раз повторю, что не обязательно быть биологом, потому что для того, чтобы вести удачно свой огород, чтобы получать хороший урожай, вот таких сильно глубоких знаний не нужно. Если мы будем изучать весь вот этот список заболеваний, все симптомы, все вот эти смотреть картинки, это уйдет очень много времени. А если люди вообще далеко отброшенные от растеневодца, например, если человек художник или какой-то модельер, ему это совсем не нужно. Я вот сейчас расскажу вам, как делаю яд. Я сразу скажу, что болезни встречаются очень редко, поэтому я их все досконально не изучаю. И если мне приходит вопрос, вот, например, что случилось с моими томатами, вот то-то, то-то, там листья так-то, чаще всего я не знаю, потому что у меня томаты не болеют, я время на изучение, на такое доскональное не теряю, я делаю так. Старым бабушкиным методом лечу свои томаты. Для того, чтобы немножко ориентироваться, мы должны все-таки знать, что заболевания делятся на грибные и на бактериальные. Вот то, что я последнее назвала, вот это бактериальная пятнистость, бактериальный рак, бактериальное увядание, некроз стебля, они немножко стоят в стороне от грибных, которые вот фитофтора, кладоспариоз. Все грибные, мы знаем, что их можно вылечить, они поддаются лечению. Главное вовремя заметить, лечатся медсодержащими препаратами, и что с ними можно побороться даже биопрепаратами, вот этими нетоксичными, безвредными. С бактериальными болезнями такое проходит очень редко, и везде, где бы я мечтала, специалисты всегда рекомендуют. Если бактериальное заболевание, то растение нужно удалить, а рядом стоящие обработать, вот эту групповую посадку обработать медсодержащими, и все. Но самое главное, как определить, бактериальное это заболевание или это грибковое, это ведь тоже очень сложно, и иногда симптомы очень похожи. Вот очень, я вот смотрю, когда картинки, иногда не поймешь, что ли это одно заболевание, то ли другое. У меня всегда так делала и моя бабушка, я не рекомендую сейчас, вот то, что я расскажу, не обязательно повторять, я не говорю, что это хороший способ, это способ не очень хороший, некоторые даже сейчас скажут, что это допотопный, что сейчас уже так никто не делает, но так бабка моя делала, и я так делаю до сих пор. Вот смотрите, даже в этом году у меня заболело одно растение, вот во всей теплице заболело одно растение, я потом в следующем видеоролике вам покажу, ничего не предвещало, обычно как и фитофтора, и кладоспориоз, они же у них групповое, если они болеют, то они все обычно, вот в теплице заболевания, все. Это одно, вот начали листья засыхать, начал стебель желтеть засыхать, я поняла сразу, что это не фитофтороз, конечно, не кладоспориоз, это что-то неизведанное, для меня незнакомое. Я всегда делаю так, развела медный купороз, я, короче, испытываю, все-таки это грибное заболевание или инфекционное. Если при обработке медь с содержащим препаратом оно выздоравливает, значит, это грибное заболевание, его можно оставлять. Если оно, этот препарат на него никак не действует, и оно все равно продолжает умирать, ну, значит, надо выдергивать и выбрасывать, значит, это неизлечимое, вот такое бактериальное заболевание. Я одну чайную ложку развожу в 5 литрах воды, все, прихожу, полила вокруг этого растения водой сначала, потом сверху вот этим раствором медного купороса и осторожно, маленькой брызгалкой, все-все-все листики, все-все обработала, все растения, листики и стволики. Все, через сколько-то дней, ну, уже видно, через 3-4 дня весь процесс вот этого вот отмирания, засыхания, пожелтения прекратился. Растение начало выпускать новые побеги, снизу еще пошел один здоровый пасынок, растение ожило. И вот поэтому я сейчас вот скажу, например, конечно, это излечение не из умных, но для того, чтобы вылечить растение, не обязательно знать все болезни, все вот 44 болезни, знать методы их лечения. Главное просто попробовать, вот если оно вот этим препаратом придет в себя, значит мы его оставляем. Если бы оно не вылечилось, я бы, конечно, его выдернула и выбросила. Тут понять принцип, что у нас все препараты одни и те же. Вот про какое бы заболевание, например, грибковое вы не начали читать, что фитоспороз, что там пладоспориоз, еще вот эти всякие, когда листья ржавые, еще что-то. Все мы обрабатываем медь содержащими препаратами. Только они способны вот в такой фазе, когда уже явные признаки, только они способны уничтожить грибок, только они способны вам дать результат. И вот одна женщина, почему я начала снимать это видео, одна женщина написала, что у нее прям эпидемия, она вот видит признаки заболевания, она выдергивает, выбрасывает, выдергивает, выбрасывает. Она не знает, что это за болезнь, но она написала, что она выдернула уже 50-60 корней. Я от этого сообщения была в шоке, что человек, ну может вообще, она и говорит, я останусь нынче без урожая. Но если уже такая ситуация крайняя, что или вообще вы выдергиваете, или обработать вот таким медь содержащим препаратом, который считается, да, он вредноватый, да, он немножко токсичный, но сейчас еще у нас томатов нет, и до того времени, пока будут спелые плоды, скорее всего, действия его не будет так уж ужасно, как вот мы думаем. И если уж стоит вопрос, или выдернуть вообще всю посадку, или обработать медным купоросом, то я считаю, лучше обработать медным купоросом. Вот эта норма, она считается приемлемой. Одна столовая ложка на ведро, или одна чайная ложка на 5 литров. Опять же, ну это крайняя мера, когда у вас уже стоит выбор, или растения совсем погибнут, или вы их обработаете вот этим. Как всегда, нужно все соблюдать, нельзя на солнце, или утром, или вечером, если под корень льете, то по влажному грунту. Но у кого-то может быть такая ситуация, что этот рецепт спасет хотя бы ваши оставшиеся, вот эти заболевшие. Я вот вам даю гарантию, что почти все заболевания, которые существуют у томатов, медным купоросом можно вылечить. И если даже у вас есть вот этот весь стебель, весь заболел, все пожелтело, все почернело, можно его даже, как половину убрать, оставить один пасынок, он обеззаразит, и всю эту почву, он снова начнет расти, он снова даст вам куст. Пусть с опозданием, пусть они будут зеленые, вы снимете, но будет хотя бы что-то. Конечно, это вот крайняя мера, вот этот бабушкин рецепт. Но когда у людей не было никаких больше средств, кроме медного купороса, спасались только им. И сейчас я к нему прибегаю, только в крайних, конечно, случаях. Я вам потом покажу растение, у меня в этом году вот одна такая. И вот кто скажет, почему семена купленные в магазине, сорт, ну, не мой, новая, новинка, вырастут все в одной теплице, все в одних условиях, все чисто, все здоровые, одна заболела. Чем, я не знаю, я даже и не поняла, что это за болезнь. Ну, прям сильно такая нехорошая стала, начала чернеть, что-то загибаться. Но пока что выздоровела. Ну, все, до свидания. Вот все, что я хотела сказать. А, и еще я хотела сказать, что можно отличить грибковые от этих, от бактериальных заболеваний. У нас все грибковые обычно идут снизу. Что фитоспороз, кладоспориоз, они нижние листья начинают, пятнышко, потом ползут, ползут, ползут вверх. А бактериальное коварно чем? Что вот растение растет, оно внешне здорово, оно даже если заражено, вот бактериальное какое-то, вы сразу не заметите. И мы замечаем только, когда растение уже взрослое. Вот зашли в теплицу, они все были одинаковые. Смотрю, хоп, а одно вот такое стало. И оно у нас во взрослом состоянии болеет, и поэтому в это время уже не выдернуть, не подсадить другое невозможно. Ну вот, кто не боится, попробуйте медный папорос. Потому что я знаю, что у некоторых такие ситуации, уже сейчас люди пишут, что прям выдергивают и выбрасывают. Я думаю, что перед тем, как выдернуть, лучше полить фунгицидом, вот таким жестким. Потому что не знаю, как у кого, у нас вот, например, в открытом грунте еще ничего нет. И когда пишут люди, что там период ожидания большой, и 30 есть, и 40 дней. Ну, как раз вот эти 30-40 дней пройдут до осени. У нас конец августа, начало сентября, у нас только массовый сбор томатов. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это про болезни и про сложность определения, как поставить диагноз, чем лечить. Я думаю, что и не обязательно точно определять, какая болезнь, потому что методы лечения почти у всех этих заболеваний одни и те же. Продолжение следует... Продолжение следует...